Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мастер спорта». С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Одна победа в четырех играх. Хоккеисты ЦСКА ВС провели боевую, но неудачную серию домашних матчей. Городская золотая шайба разыграна во всех возрастных категориях. Кто будет представлять Самару на областном турнире? Почти тысячи участников, уникальные форматы, отлично подготовленные трассы. В Самаре прошел лыжный марафон «Соколь и горы». Хоккеисты ЦСКА ВС провели серию домашних игр в рамках чемпионата ВХЛ. Все четыре игры получились упорными и боевыми, но порадовать своих болельщиков самарским летчикам удалось только в заключительной встрече. Подробнее в следующем сюжете. Хоккеисты ЦСКА ВС предпоследнюю серию домашних игр в регулярном чемпионате начали против одного из лидеров – команды «Югра». Перед поединком в Самаре хантамансийцы 28 игр подряд не уходили с площадки без заработанных очков. Прервать эту серию летчикам не удалось. И хотя самарцы начали матч с опасных моментов, реализовать их не получилось, как и численное преимущество 5 на 3 в начале второго периода. А вот гости усилиями тройки Пилипенко, Воронин и Тертышный дважды огорчили голкипер ЦСКА ВС. В заключительном игровом отрезке больше атаковали гости, так и не дав шанса самарцам отыграться. Итоговый счет 0-2. Мы играли с лидерами чемпионата, с командой, грубо говоря, в которой одна пятерка стоит, как наша вся команда. Поэтому в этой игре надо было сделать от каждого игрока, от всех от нас, немножко большего, наверное, чем мы можем. К сожалению, этого не произошло. Но и с нулем не выигрывается. В следующем матче летчикам противостоял еще один лидер чемпионата – Тюменский Рубин. Первый период прошел в равной борьбе. Самарцы чаще бросали поворотом и даже могли забить в меньшинстве. Но в концовке периода забили гости – 0-1. В дальнейшем ход игры не менялся. Моменты были и у тех, и у других. Но на высоте были вратари – Ярослав Азолин и Егор Назаров. Счет изменился лишь в самом конце третьего периода. Роман Дубинин забил гол в меньшинстве и перевел встречу в овертайм. В итоге дело дошло до булитов. Команды исполнили по 10 бросков. Точнее, оказались гости. Еще одно поражение в копилку самарской команды. Мы сегодня, ребята, молодцы. Однозначно переиграли и соперника. Я скажу так, что сегодня мы добыли этот балл. В булитах, видите, да? Где-то нам, может быть, не хватило чуть-чуть везения. Третьим матчем домашней серии стал поединок против московской звезды. Первый период самарцы провалили. Об этом говорит хотя бы количество бросков – 8-31. Но при такой игре команды ушли на перерыв при счете 1-0 в пользу хозяев. Логика хромала и в дальнейшем. Так, во втором периоде игра выровнялась. Команды бросали по 11 раз, но уже гости забили дважды. В третьем периоде москвичи реализовали большинство. Счет стал 1-3. В концовке летчики одну шайбу отыграли – 2-3. На большее не хватило времени. Да у нас сегодня мало что получилось, можно так сказать. Даже при удачном первом периоде по счету мы вчистую проиграли сопернику. И по движению, и по желанию, и по игровой дисциплине. Вот, опять нахватали удаление ненужных. Всю досаду от трех поражений хоккеисты ЦСКА ВС обрушили на подмосковное «Динамо». Летчики начали встречу гиперактивно. Долгое время вратарь «Белоголубых» спасал свою команду, но и он катапультировал на 18-й минуте. Во втором периоде характер игры не изменился. Хозяева льда еще трижды огорчили голки «Перодинамо», а между этими голами затесалась одна шайба гостей. В заключительном игровом отрезке самарцы могли сделать счет еще крупнее, но в концовке пропустили сами. 4-2. ЦСКА ВС победой завершают домашнюю серию. Вошли в игру достаточно так неплохо, забили гол, и во втором периоде, я скажу, что мы нарастили преимущество за счет активных действий, переиграли соперника. Но концовку нужно проводить более уверенно. Определились все обладатели городской золотой шайбы в Самаре. Золотые медали и путевку на областной турнир получила команда «Чайка-1» из поселка Управленческой и возрастной категории до 10 лет, и в старшем дивизионе до 14 лет. Как юным хоккеистам удалось подняться на вершину пьедестала почета, расскажет наш корреспондент. Еще вчера они только встали на лед, а уже сегодня сражаются за медали всероссийского турнира «Золотая шайба». Мальчишкам не больше 10 лет, но подход к игре, как у взрослых. Тренеры не дают поблажек. В младшей группе за медали сражалось 5 команд. И только победитель городского этапа поедет играть дальше в областном финале. Чемпионы из команды «Чайка-1» делятся формулой успеха. У нас вторая пятерка очень хорошо играет в пас. И первая. Я выехала за ворот, на меня нападали два игрока, и я хорошо быкрал. Потом я бросил в живот, она выпала у вратаря, и я ее добил. И был гол. Тренер второй команды «Чайки» медали «Золотой шайбы» выигрывает несколько лет подряд, но каждый раз волнуется, когда их получает. Турнир у нас начинался очень сложно. Как бы говорится, дерби было у нас «Чайка-1», «Чайка-2». Мы проиграли по булитам им, потом у нас была игра с авиатором, которая как бы дала шаг ребятам, чтобы они пересмотрели свою игру. Проиграли мы, но уже вышли с «Меридианом», совсем другой командой, и как бы обыграли «Меридиан» и заняли второе место. Еще один медальный лидер турнира – клуб «Меридиан». На его счету в этом году три медали в разных возрастных категориях. 12-летние хоккеисты завоевали золото, десятилетки и те, кому 14 – бронзу. Мы все довольны турниром, родители, дети. Тем более в этом году мальчишки, некоторые пришли у нас первый год на лед встали. Для них это вообще был сверхсуперский турнир, первые шайбы заброшенные. Спасибо организаторам, что прошло все замечательно. Замечательно. Зовите нас на дальнейшие еще турниры. Я думаю, что у нас сезон не закончился. То есть организовывайте, мы будем рады принять в этом участие. Отметила Федерация хоккея «Самары» и лучших игроков турнира. Чемпионы «Чайка-1» взяли два индивидуальных приза. Куча голкипера и бомбардир. У серебряных призеров «Чайка-2» результативные линии нападения. Непроходимая защита у команды «Меридиан», занявшей третье место. Баскетболистки «Самары» продолжают погоню за лидером женской российской суперлиги «Один». Сейчас подопечные Александра Гаршина делят третье место в чемпионате. Команда провела две домашние игры против команд из Ростовской области. Насколько успешно, расскажем в следующем материале. Баскетболистки «Самары» провели серию домашних игр против ростовских команд. Первыми в гости к волжанкам прибыли соперницы из клуба «Пересвет», занимающие одно из последних мест в лиге. Но поединок для «Самары» легким не получился. Почти три минуты хозяйки не могли набрать очков. Но затем постепенно стали брать игру под свой контроль. Гости просто так сдаваться не собирались, и на паркете завязалась настоящая битва. На большой перерыв команды уходили при небольшом преимуществе самарской команды. Никто не говорил, что мы должны выигрывать всех по 40 очков. Соперники также готовятся к игре, и у них сегодня на самом деле хороший день в плане трехочковых. Было там практически чуть ли не 4 трехочковых подряд. И тоже показывает то, что соперник непростой, с которым тоже надо биться. Но и в начале второй половины «Самара» вновь несколько забуксовала. Снова пришлось быть в роли догоняющих. Но и в этот раз хозяйки смогли вернуть себе лидерство в счете. Затем, почти до самого конца, преимущество переходило из рук в руки. Но последние минуты баскетболистки «Самары» провели увереннее и довели матч до победы. 73-67. Мне кажется, тут ключевую роль защита сыграла. Да, мы все-таки немножко лучше отыграли в защите, и, соответственно, у нас пошло в нападение, и перехватили, и быстрые мячи забили легкие. Поэтому, слава богу, что выиграли. Соперник во втором матче короткой домашней серии был гораздо внушительнее. Лидер чемпионата «Ростов-Дон-Юфу», баскетболистки которого еще не проиграли ни одной игры в турнире. Потому игроки «Самары» встречу начали осторожно и аккуратно, что позволило на старте матча завладеть небольшим преимуществом. Затем серия неудачных минут, и вот уже к концу первой четверти «Южанки» вышли вперед. Во втором игровом отрезке ни у одной из команд не получилось оторваться в счете. Соперницы постоянно отвечали на точные попадания друг друга. «Ростов, да, это очень хорошая команда. Там опытные игроки, опытный тренер. И я думаю, что это, конечно, делал тоже свое дело. Ну и плюс немножечко везения, конечно, нам не хватило». Начало третьей четверти полностью осталось за игроками «Самары». Хозяйки паркета сделали рывок 13-1. Гости не смогли полностью оправиться от такого удара. И на последнюю четверть команды уходили при разнице плюс 10 в пользу «Самары». Однако удержать такое солидное преимущество не получилось. Нападение «Самары» забарахлило, и Ростову удалось сравнять счет. За 15 секунд до конца встречи на табло было 65-65. Мяч был в руках лидеров чемпионата, и они своим шансом воспользовались. Вместе с «Сиреной» мяч был отправлен в корзину. Поражение «Самары» 65-67. «К сожалению, да, наверное, я уже говорил это ранее, что проиграли мы. Не нас выиграли, а мы проиграли. Проиграли тем, что в четвертой четверти встали в нападение, перестали делать то, что делали, там, да, три с половиной четверти. После домашних игр баскетболистки «Самары» успели еще провести две выездные встречи. Сначала команда добилась убедительной победы в Ставрополе, обыграв местную команду «Ставропольчанку СКФУ» 95-68. А затем в Москве уступили команде «МБА-2» 63-82. Сейчас «Самара» занимает третье место в турнировой таблице женской российской суперлиги-1. Лыжный марафон «Соколи и горы» собрал на трассе около 800 участников. В этом году соревнование растянулось на три дня. Открытие ознаменовалось уникальной ночной гонкой, а уже на следующий день участников ждали многокилометровые дистанции. Поболеть за спортсменов удалось и нашей съемочной группе. В сердце лыжного марафона оказался наш корреспондент. Трехдневное лыжное противостояние в этом году посетили порядка 800 человек из 110 градов России, а также гости ближнего зарубежья. Борьба профессиональных спортсменов и просто лыжников-любителей развернулась на дистанциях в 51, 34, 17 и 10 километров. В этом году очень много именитых спортсменов, которые приехали к нам на соревнования из Ижевска, из Сургута, из Москвы. Есть чемпионы мира, олимпийских игр, есть именитые мастера международного класса. В общем, достаточно серьезный, сильный состав. Поэтому очень рады, что, несмотря на такую ситуацию сложную в стране, они смогли выбраться, приехать к нам и пробежать эти непростые километры. Вячеслав – мастер спорта СССР по биатлону. Приехал на марафон в Самару из Ульяновска. В его копилке уже 10-е посещение Сокольих гор. После окончания большой спортивной карьеры на лыжах катается в свое удовольствие, а также тренирует молодое поколение спортсменов в Ульяновском Суворовском училище. Вообще я биатлонист, бывший, как бы скажем, мастер спорта СССР еще. Ну, потом увлекся после того, как вот закончил большой спорт. И лыжами интересно кататься. Вот так ездим на марафоны, ближайшие города особенно, где вот тут Казань, Тольятти, Самара. Три, два, один, стой! Организацией марафона в этом году занимались и волонтеры. Ребята угощали спортсменов горячим чаем, встречали и награждали лыжников на финише. Сокольи горы – не первое спортивное мероприятие в копилке общественной организации Георгия Миронова. В основном у нас сейчас беговые старты. Это лыжи, это беговые и дистанционные. То есть это лыжи, это плавание, это бег, это велосипед. Хотя мы принимали участие в таких моментах, как бокс, Айрон Стар, это триатлон, и делали Самара Опен Баскет. Большой турник, который был в 2019 году. В 2020 он был очень камерный, волонтеры не понадобились, потому что была ковидная ситуация, но сами прекрасно понимаете. Марафон Сокольи горы проводится уже седьмой год подряд. За это время из любительского локального мероприятия он превратился в полноценный трехдневный фестиваль и был включен в серию лучших лыжных марафонов России «Раша Лопет». Молодежный турнир по тайскому боксу «Кубок Пересвета» расширяет географию участников. В эти выходные на ринге сошлись бойцы из шести регионов Поволжья, а также команда Сибирского федерального округа. Среди соревнующихся новички и профессиональные спортсмены из 22 спортивных клубов России. О зрелищных поединках расскажет наш корреспондент. Команда из Сибири «Югра», основанная в 2016 году, считается одной из сильнейших спортивных школ боевых единоборств в России. Сейчас в ней порядка 150 воспитанников. Одна из них, Руслана Гараева, в свои 14 лет победительница первенства мира по тайскому боксу в 2019 году. На Кубке Пересвета она впервые сражалась против более старших соперниц. Подготовь, подготовь, и жестко отсюда встать. Надежды тренера оправдала. В финале ее соперница из Самары сдалась во втором раунде, и Руслана заняла первое место. Я была лучше подготовлена, потому что мы специально работали над моей выносливостью, дыхалкой, чтобы работать уже не по две минуты. Раньше работала по полу-три, теперь буду работать по две. И мы готовили выносливость, дыхалку, чтобы я отбоксировала хорошо две минуты. На Кубке Пересвета сражались и профессионалы. Самарец Юрий Триванов из клуба «Тайгер» имеет множество наград, среди которых бронза Кубка России. Эту медаль он завоевал после победы над коронавирусом. На домашнем турнире, который стал для него проверкой формы перед областными соревнованиями, мощно накультировал своего соперника во втором раунде, не позволив взять реванш за предыдущее поражение. Пятый юбилейный межрегиональный молодежный турнир по тайскому боксу Кубок Пересвета в этом году расширил географию участников. В этот раз Самара принимала новичков и профессиональных спортсменов из 22 российских клубов по Волжье и Сибирского федерального округа. Не без гордости скажу, что сильнейшая мировая сибирская школа сегодня здесь. И это знаковое событие нашего регионального турнира. В нем участвуют 6 регионов по Волжье и Сибирский федеральный округ. 196 спортсменов, 22 спортивных клуба. Это весьма представительно. У организаторов турнира большие планы. Сейчас ведутся переговоры об организации летнего этапа Кубка. Для проведения соревнований уже идут поиски более достойной арены, чтобы принять еще больше участников со всей России. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова